Итак, вот советник Путина, который сейчас признает, что Россия хотела... Что они могли бы избежать этой войны. Хотите узнать, как они могли бы избежать войны? Вот как они могли... Это советник Путина, и он призна... Он говорит... Я... Я... Простите, это советник Зеленского, верно? Да, простите, поправка. Советник Зеленского собирается признать... В смысле, ненамеренно, это он проговорился. Он не хотел говорить об этом, но сказал ненамеренно, и смотрите, смотрим. Путин же показывал документ, да, за результатом белорусских перемовин, африканские делегации, он это демонстрировал, где, как он стверждает, прописанный проект мирной угоды с Украиной, и на этот документ начался... Итак, она говорит, что Путин сказал, мы предложили вам мирное соглашение. И это соглашение... Он показал документ, сказав, что его парафировали в Стамбуле. Это мирное соглашение, которое вам предложили. Так? Чтобы избежать войны. И документ назывался соглашение о постоянном нейтралитете Украины и гарантиях безопасности. Это было... У них было соглашение. То есть вы, ребята, могли бы избежать этой войны, если бы вы просто признали, согласились оставаться нейтральными, а значит, не стали вступать в НАТО. Так что продолжим. Путин сказал, что там было 18 статей. И он сказал, цитирую, было прописано все от бронетехники до численности украинской армии. Это так, я сейчас покажу вам документ. Это было так, это на 100% правда. И он сказал, что это соглашение было подписано главой делегации. Полагаю, он имел в виду украинскую делегацию. На что этот парень отвечает, «О, правда, почему же он тогда не опубликовал этот документ?» Ну, ладно. Какова вероятность, что основные западные СМИ вообще стали бы говорить об этом? Я не понимаю, почему он так говорит. Ведь дальше он, по сути, подтверждает... Затем он... Об этом и речь. Он проговорился. Потому что он пытается отрицать это. Пытается выставить Путина лжецом, что такого не было. Но позже в этом видео он признается, что так оно и было. Смотрите. Во-первых, он не только показал документ, он раздал. У всех там была его копия. Продолжим. Смотрите. Он сказал, что целью украинской делегации было затянуть процесс. Какой была цель российской делегации? И он говорит, что российская делегация думала до последнего момента, что они могут надавить на нас, чтобы они не погибали на войне? Да. Они могли вынудить нас подписать такой договор, приняв нейтралитет. Но документов ведь не было. Они думали, что могут заставить подписать... Я не понимаю. Документ, которого не было. То есть он говорит, что они думали, что их будут вынуждать подписать этот документ. Документ, которого, как ты сказал, не было. И еще, допустим, ты прав. Его не существует. Очевидно, что, как ты сам сказал, они хотели нейтралитета. И они его, кстати, получили. Вы не в НАТО. Вы не в НАТО. Вы не будете в НАТО. Вы будете оставаться нейтральной страной. Что, вероятно, пойдет ему на пользу, как последнему живому мужчине на Украине. То есть он признает это. Он сам себе противоречит. Но он говорит... Вот чего они хотели нейтралитета. Они были готовы прекратить войну. И все, что от вас требовалось, согласиться, что вы не вступите в НАТО, куда вам не попасть в любом случае. И вы могли бы это сделать два года назад. Помнишь, как они жаловались? Зеленский говорил, ну, нам не дадут вступить в НАТО. Ему сказали, веди себя так, словно мы хотим вступить в НАТО. Да. Что могло пойти не так? У них был этот мирный договор. И знаете, что случилось? Им послали Бориса Джонсона. Из Великобритании. Сказать Зеленскому, не подписывай этот мирный договор. Я в это не верю. Несмотря на то, что глава украинской делегации уже подписал его. Да. Итак, почему вы... О, да, покажи сначала. И почему вы согласились с Борисом Джонсоном, когда он сказал вам не делать этого? Вас так очаровало его славянское имя Борис? Или прическа, как у Джонни Карсона в роли пещерного человека? Еще он жирный, словно призрак Криса Фарли. Если примем нейтралитет как... Итак, он говорит, если бы мы приняли нейтралитет как Финляндия в свое время... Ну, раз на то пошло, возможно, не было... Может, вы бы повторили судьбу Финляндии, знаете, без вторжения и сохранения территории? И это был ключевой пункт. Ключевым пунктом было... Сделайте как Финляндия. Скажите, что останетесь нейтральными. Остальное было косметическим, смотри, что он говорит дальше. Он говорит, остальное было просто косметическими и политическими дополнениями. Типа про деноцификацию... Про деноцификацию... Мы собираемся оставить нацистов, мы не избавимся... Это пустая болтовня. Смотрите, что он скажет дальше. Смотри, что будет дальше. Это невероятно, смотри. Русскоязычное население... Бла-бла-бла. Ага, косметическое. Это все так. Косметика. Прекратите убивать русскоязычное население, избавьтесь от своих нацистов, бла-бла. Знаете, эти косметические штучки. Кстати, Корт, а что, по-твоему, более косметическое на Украине? Бандеровский нацизм или иудаизм Зеленского? Ответ может вас удивить. Или нет? Да, и как здорово, что вы, ребята, не... Хорошо, что вы не подписали договор. Это могло бы очень плохо обернуться для Украины. Вы могли бы остаться, как в Финляндии, целыми и невредимыми. Ха-ха-ха-ха. Они едва избежали этого. То, что они говорят, что говорит этот парень... Он сейчас скажет об этом. Вот оно. Итак, почему вы... Почему Украина не согласилась с этим пунктом? Сохранить нейтралитет и не вступать в НАТО? Во-первых, чтобы принять это, нам пришлось бы изменить Конституцию. Это такое геморрой. А, какая же боль в заднице. Лучше потерять полмиллиона человек. Я бы предпочел потерять 500... Ха-ха-ха-ха. Чёрт, ты меня знаешь. Не люблю редактировать тексты. Ха-ха-ха. Боже. Здесь треба изменять Конституцию. Наш шлях до НАТО записан в Конституции. Потому что их стремление вступить в НАТО, видите ли, закреплено в их Конституции. Как глупо вставлять этого. Глупо включать это в свою Конституцию. Сколько лет их этой Конституции? В общем, всего этого можно было избежать, но они решили последовать совету... Криса Фарли из Британии. Да. Во-вторых, было недостаточно доверия к русским... Постой. Что они всё выполнены? У меня серьёзный вопрос. Может, я просто не знаю об этом. Какой договор нарушил Путин в их отношении? Все договоры, что были нарушены, нарушены НАТО и Украина. Да, они говорят, нельзя ему доверять. Но почему? Было первое Минское соглашение, второе Минское соглашение. Угадайте, кто нарушил их оба. Украина и НАТО. Не Россия и не Путин. Типа нет никаких... Кто-нибудь знает о соглашениях, которые нарушал Путин с Западом когда-нибудь? Я знаю, что он плохой человек, так что надо надуть его, пока он не надул тебя. Но когда он реально так делал? Это мы продолжали нарушать наше слово, данное России. Мы обещали, когда пала Берлинская стена, что не продвинем НАТО, ни надюем. Что ж, мы добавили в НАТО 14 стран. И угрожали добавить Украину, которая на границе с Россией. И Россия никогда не стала бы это терпеть. Но НАТО, бизнесмены во главе НАТО хотели, чтобы это случилось. Они хотели войну, которая, по их мнению, обескровит Россию. И тогда можно ввести против них санкции, взорвать газопровод и реально навредить России. Что мы получили в итоге, сделали Россию намного сильнее. И навредили Европе, и Украине, и Соединенным Штатам. Мы опустошили казну ради прокси-войны, которая не принесла нам ничего из того, что, как мы думали, она могла нам дать. Путин и Россия сейчас сильнее, чем были до войны. У них более прочные экономические отношения, БРИКС. А Саудовская Аравия начала продавать нефть в других валютах, помимо доллара США. Все плохое, что можно было представить, и то, что мы даже представить не могли, случилось из-за этой прокси-войны, которую миллиардеры во главе НАТО и США так желали. Эффект полностью обратный, они использовали подобных придурков, как пушечное мясо. Поимели их страну и поимели всю Европу. Хочешь услышать, что тут хуже всего? Я не думаю, что все это пошло на пользу Израилю. Он говорит, что мы не могли просто подписать этот мирный договор, уйти и расслабиться. Вместо этого вы решили начать войну, которые изначально знали, что ее не выиграть. И потерять 500 тысяч человек? Фух, хорошо, что вы не подписали этого соглашения. Вау! Они бы вторглись, и мы бы не были к этому готовы. Вау! Вам это чертовски помогло, все эти приготовления. Да, здорово, что вы подготовились. Потому что они зашли, насправді, не підготовлені до такого супротиву. Тому ми могли тільки працювати, коли є 100% впевнений, що це не повториться. Что не повториться? Что не повториться? Что-то времен Второй мировой войны, наверное. Я не знаю, не понимаю. Да, что-то из Второй мировой войны, из сталинских времен. Я гарантирую, что речь об этом. Окей. А такої впевненности немає. Більш того, коли ми повернулися з Істанбулу, приїхав Борис Джонсон до Києва і сказав, що я не буду з ними нічого підписувати. Ви думали, що будете як Ізраїль, але ми не любимо вас так, як любимо Ізраїль. Ва-ва-ва-ва-ва-ва. Я знав, що Борис Джонсон приїхав туда і сказав, що нет, нікакого мира, воюйте. І вони просто согласились з ним. Вони согласились з Крисом Ферли з Великобританиї. Ферли. Він легенда Чикаго, Джимми. Вони думали, що будуть як Ізраїль. І давайте просто воєвати. Вони сказали це. Давайте просто воєвати. Да, але вони не могли доверять. Нікогда більше. Страна з несколькими батальйонами нацистів решили сказати «никогда більше», потому що був голодомор. Вони думали, що такі аргументи позволят їм бути як Ізраїль. Ні, ми вигоним всіх русських. Нікакого більше русського язика. Давайте будемо просто воювати. Вони всі. Да, у нас с вами, ребята, нет особых відношеньків, як з Ізраїлем. Вони у вас тільки з Джо Байденом. Друзі, на моєм авторськом каналі вийшов новий випуск. На цей раз розговор пойдет о такому замечательному явлении, як кофі. Какі види напитка существують, які бувають сорта зерен і як їх правильно обжарювати? Беседа вышла длинною, але крайне інтересною. Ссылка в описі. Приєтного просмотра! Итак, вот Путин показывает документ, которого, по його словам, не существует, хоча він сказав, що вони його підписувати не хотіли. Не захотіли підписувати то, чого нет, але вот Путин говорить обо таку. Кака разниця, що я знаю. Дорогі друзі, Росія не відкалася від переговорів. Вот хочу обратити ваше внимание на те, що при содействію того ж президента Ердогана, як ви знаєте, в Турції проходили, прошла цілая серія переговорів. Итак, Турція провела цілую серію переговорів між Росією і Україною по виробітке, мер доверия, як ви сказали, і для підготовки текста договора. Значить, все з числа присутніших знає, що цей документ є. О, так вот, почему вони нас не люблять? Це договір. Ми не договаривалися з українською стороною, що він буде носити... І вони договаривалися, що соглашення буде конфіденціальним. О, це странно. А почему він показав його? Думаєш, цей парень не знав? Тому що частиною соглашення була його конфіденціальність. Щоб вони могли захоронити свою національну гордість, як будто вони саме решили, що хотіли. Тому що цей лживий подонок, помощник Зеленського, сказав, ну а почему він не пред'явив його? Тому що ти знаєш, що у вас було соглашення не говорити о ньому. Значить, тому що Путин повел себе як джентльмен? Да. Але ми ніколи його не пред'являли, не... І він сказав, я ніколи не показував його раніше, не давав коментарі. Але проєкт цього договору був... Парафірован. Парафірован лідером... Переговорной групи із Києва. Переговорной групи із Києва. І він поставив там свою подпись. І ось документ. Ось договор, він держит його. Він существує. Він так і називається. Договор о ньому в постоянному нейтралітеті і гарантиях безопасності України. І так, воно, він существує. І воно, смотрийте, він держит його, це рука Путина. А о чому тут говориться? Ось тут указано навіть кількість танків. Тут предельне кількість личного состава вооружений і воєнні техніки в боєвому составі Вооружённих Сил України в мирне вірне вірне. Численность Вооружённих Сил України не превышає 250 тисяч чоловік. Численность Национальной гвардії до 15 тисяч чоловік. Скільки танків у них буде? Скільки артиллерії у них буде? Скільки РСЗО у них буде? Скільки Миномётов у них буде? Скільки ВОЗДУШНЫХ Сил і їх максимальний радіус пораження? В нём всё було изложено. Забавно, що вони даже потрудились перечислить всё це, тому що Україна не змогла справиться і з вооруженням намного круче. Верно. І так, це, 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 це заглашення, то, що він держит. Воно. Воно, що там написано. Якщо б таку бумагу держав Байден, там би ему написали, не зачитывай копию, не наложи в штаны, не уходи просто так со сцены, выход находится слева. І так. Те люди, які підтримували цю войну, які розміщали флаги України у себе в профілях в Твіттері, знову стали жертвами пропаганди. І як же їм должно быть сложно вірити во всё це? Після Ірака, після двадцяти лет лжи об Афганистане, після Ливії, після Сирії, після Йемена. І ви все ще ведетеся на це? Окей, знаєш концепти життя от зарплаты до зарплаты. Вот так я поступаю с новостями. Дякую за перегляд!